На очередной 24-й сессии областного совета народных депутатов обсуждено несколько вопросов, каждый из которых вызвал бурное обсуждение со стороны депутатов и сенаторов. Один из них по выступлению главы областного управления внутренних дел о состоянии профилактики и предупреждения преступности в регионе. Согласно представленным данным, благодаря проводимым профилактическим мероприятиям из 1100 махалей области, 673 преступлений не совершено. В 101 махале число преступлений сократилось на 9,2%. В 72 количество осталось стабильным и в 254 допущено увеличение преступлений. По сравнению с прошлым годом сократились случаи убийств, нанесения тяжелых телесных повреждений, воровства, ограбления, разбоя, домогательства, угон автотранспортных средств, дорожно-транспортных происшествий и других. Наряду с этим цифры сопоставления с аналогичным периодом увеличились на 117 по тяжким преступлениям, 213 – мошенничество. Продолжение следует... 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 Депутаты поинтересовались, какие меры принимаются по недопущению преступлений, как ведутся следственные дела. Отмечалось, что из-за одного неправильного решения сотрудника УВД может пойти под откос жизнь целой семьи. Был поднят вопрос рекламы синтетических наркотических средств в жилых массивах города. Продолжение следует... Продолжение следует... Участники заседания затронули тему лежачих полицейских, насколько они необходимы в том или ином месте и соответствуют ли общепринятым нормативам. Продолжение следует... Далее о проводимой работе по внедрению автоматизированной системы контроля поставок жиженного газа населению и установке газовых умных счетчиков рассказал руководитель общества с ограниченной ответственностью Худутгаз Самарканд. Депутатами сделаны замечания по отключению от газовой сети потребителей в эти холодные дни. Также представлены на рассмотрение обращения граждан по завышенным долгам по оплате за природный газ, опубликованные в социальных сетях. Руководству Худутгаз рекомендовано во избежание нереальных долгов ввести правильный расчет имеющейся задолженности потребителя перед установкой газовых счетчиков на основании акта, наладить системную работу по своевременной оплате природного газа, использованному населением при помощи показаний онлайн-счетчиков. Выступление начальника областного управления антимонопольного комитета по приоритетным задачам организации на текущий год повлекло за собой оживленную дискуссию. Что делается для защиты прав потребителей? Создаются ли для них равные условия? Почему потребителю не поставляются качественные услуги при условии своевременной оплаты и наличии предоплаты? Из-за чего население не может приобрести с первых рук дихканскую продукцию? Такие вопросы прозвучали на заседании. Создаются ли для них равные условия? Поймали. Было сказано о том, что, к примеру, в супермаркетах установлены фиксированные цены, но они отсутствуют на рынках, в аптеках и других различных торговых точках. Как данная проблема решается антимонопольным управлением и решается ли вообще? Продолжение следует... Продолжение следует... Стоит ли им продолжать свою руководительскую деятельность, Кингаш области направят в Республиканский антимонопольный комитет.